Теперь вопрос, собственно говоря, к мужу, какое отношение имеет то, что я вам говорил, что я рассказал, к задаче о единицах, к задаче ко мне. Самое прямое, ребята. Дело в том, что если вы пишете вот такой вот многочлен, то оказывается, что это будет так называемая возрастающая степень икса. Кнут, который я сегодня уже упомянул, предложил такое выражение обозначать коротко вот на него удобность. Н с черточкой вверху. Это действительно очень удобное обозначение. Я советую его запомнить и советую его применять. Давайте объясню, что это конкретно означает для маленьких лет. А очень простую вещь. Когда х умножаешь на х плюс 1, получаешь х квадрат плюс х. Когда х умножаешь на х плюс 1 и на х плюс 2, то получаешь х квадрат плюс 3х плюс 2. Когда х возводишь в четвертую возрастающую степень, то есть х умножаешь на х плюс 1, на х плюс 2 и на х плюс 3. То понятно, что получаешь х в четвертой. Смотрите, здесь было 1, 3, 2. А сейчас будет 1, 6, 11, 6. Так, 6х плюс. 11х квадрат. И здесь вот будет 6х. Господа, вы занимались чистыми стимулями всегда, когда смотрели на произведение вида х умножить на х плюс 1, умножить на х плюс 2, на х плюс 3 и так далее. Оказывается, что раскрывать скобки в таком произведении, это в точности то же самое, что заниматься разглажением перестановок. Ну согласитесь, что это неожиданно? А? Ну согласитесь, что до сегодняшней лекции вы не знали о такой связи комбинаторики и Аллы. Должен сказать, что вообще эта история во много раз интереснее, и я надеюсь, как-нибудь до Виктории вернутся к этому. Но пока наше время истекло.